Время ровно 8 часов вечера. Понедельник. Оказалось, возле фонтанов не могла вам их не снять. Ходила, меняла деньги. Доллары на лиры. Короче, за 100 долларов дали 2625 лир. 2625 лир за 100 долларов. Курс хороший. А курс относительно рубля не знаю. Так жарко. У нас днем 44 градуса. 44. А, кстати, хорошая новость. Зашла в Айсбир, появилась минералка. Моя любимая. Я вот хожу и ее пью. Уже практически выпила. Одно наслаждение здесь находиться. Народу много гуляют. Очень много народу у моря. Только что солнышко село. Очень красиво. Я волосы распущенные оставила. И так жарко вообще. На затылке прям сырые волосы. Так это у меня волос трипера. Если у меня была бы грива такая лошадиная. Я бы прям не знаю, что делать было бы. У меня встреча с другом здесь недалеко. Немножко нужно подождать времени. Как же здесь красиво, а? Как же здесь красиво. Как я обожаю свое ланью. Я так и не дошла до автовокзала. Подумаю, еще может быть завтра утром уедут. В 7 часов где-нибудь утра. Я построила расписание. Как-то, вы знаете, вот прям вот не хочется ехать. Вот прям не хочется ехать. Я вот представлю, что такая дорога. Как-то бы, знаете, очутиться. И ты так раз в Мерсине. А ты же так не очутишься. Посмотрим, может быть завтра утром уеду. Разговаривала сегодня с Кристией, с Мариусом. Говорю, ребята, дорога. Это просто выматывает. Говорит, мы все понимаем, но мы тебя ждем. Ну, посмотрим. Может, утром уеду. Пока такого желания нет. Билеты в цене не подорожали. Точно такая же цена, как и была. 300-400 лир. Ну, дело даже не в цене. Дело в длительности. Путешествия, так скажем. Вот так вот. Вечерняя лая. Гуляют, развлекаются люди. Качельки. А, мужик какой. Качается, да, такой? Кто-то в волейбол играет. Каждый занимается своим делом. Пахнет чем-то, мне кажется, перемешанный запах с парфюмом. Какой-то запах такой очень приятный в воздухе. Темно уже становится. Ну, такое непонятное время. Солнышко село. Вот еще, если бы я начала снимать полчаса назад, были бы такие красивые кадры для съемки. А пока вот освещение еще не подключилось вечернее, а солнышко уже село. Поэтому довольствуемся тем, что есть. Но здесь безумно красиво. Я уверена, что красоту передает. Пальмы, фонтаны, да, море рядом. Что еще нужно? А больше ничего не нужно. Как подумаешь, что я пообещала поехать в Мерсин. И свое обещание не сдерживаю. Мне так как-то херово становится. А опять думаю, ну что, ну, мое, что мне там делать, а? Ну что там? Ну что за там вот? Аж прям вообще. Побыстрее бы открыли, знаете, дорогу вот эту вот, чтобы все тоннели. Чтобы путь сократить вдвое. Ну это правда, это очень тяжело. Такая дорога, тем более жара. Когда вот мотаться. Прям вся на распуте. Хотя что на распуте, мне кажется, мысленно, вот так вот в душе, я не согласна поехать. А пообещала. Ну не знаю, вот вы бы поехали? Ну вот вы бы поехали, напишите. А я до этого пляжа доплываю. То есть захожу я на первом, доплываю до четвертого и обратно. Я же пловец. Я же пловец, я же пловец. Я же собой горжусь. Я же пловец. Да-да-да-да-да-да-да-да. Детская площадка. Сейчас очень комфортно на улице находиться. Не жарко. Дети гуляют. Люди выходят гулять на улицу после захода солнца, потому что очень жарко. Очень жарко. Просто невыносимо. Днем все сидят дома, в квартире, под кондиционером, чтобы не получить тепловой удар. Потому что, ну его нафиг, знаете, еще не хватало, чтобы тут скопутиться в такой-то жаре. Конечно, спортом занимаются и очень много, и очень разные возрастные группы. Это, конечно же, клево. Мне хватает один раз сходить к морю. В том плане, что наплаваться и все. Давно я не снимала, знаете, такую обзорную прогулочку. Возле пляжа. Я, потому что здесь, мне кажется, давно не ходила. Да, я, наверное, давно здесь не ходила, поэтому... Душ. Это на что упражнение? На вестибулярный аппарат? Вечерняя Аланья. Туристов много. Но местные говорят, что туристов меньше, чем в том году. Слушайте, если честно, то я не могу это как-то отследить. Мне кажется, много туристов. Но, опять же, если верить статистике... Ну, вот то, что публикуют официально туроператоры, что люди сейчас, ну, грубо говоря, дикарями не едут отдыхать, а предпочитают пакетные туры, потому что это в общей массе выходит дешевле. И отели выбирают пятерка-четверка. То есть стройка уже отпала. Ну, как-то так. Если верить прям в официальная информация. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я бы... Я бы поехала всю жизнь дикарем. Я не люблю быть привязана к месту, чтобы там с троем ходить, завтрак, обед, ужин. Возле этой кормушки постоянно все лишние килограммы, нафера, но надо. Я бы, конечно... Я бы лучше поехала бы по непакетным турам, а так дикарем. На свой страх и риск. Дети и дрессированный кот. Друг за другом бегут. Выпила литр минералки. Пойду домой, если успею, если Айусбир будет еще открыт, куплю себе пак минеральной воды. Пускай будет. Пускай будет. Тренировки тенниса. Мне нужно пилиферик перейти. На той стороне у меня встреча. Какая красивая фигура у девушки. Прям вот песочные часы, вот прям вот песочные часы. И плечи так развиты хорошо. И талия есть. И попа есть. И ноги. Все вот. Все в совокупности. Немножко подпарчивает то, что она... Хотя бы чуть-чуть каблук был бы. Ну, красивая фигура у девушки. Уж что-что. В женской красоте я понимаю. В мужской, кстати, тоже. Так я давно не была в элит-ресторан. Надо бы как-то сходить. Провести время. Надо бы, надо бы. Очередь про пилиферик. Уж что? Уж что? Уж что? Уж что? Уж что? Здравствуйте. Здравствуйте. Это? Это? Инна. Инна, Инна, да. А вы из Эстонии? А, вы из Эстонии? Да. Из Эстонии-то были люди. Так, поздоровались. Познакомились. У них здесь квартира своя. В октябре приедут. Живут недалеко от Балых-базар. Так интересно. У многих здесь квартира. У многих. Прям даже уже неудивительно. Все, конец влога. Уже все. Я уже пришла туда, куда нужно. Конец влога.